Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы с вами будем делать часы реального времени на STM32. Поехали! Отладочная плата STM32F138T6, известная также как BluePill, имеет встроенный часовой кварц. Если вы посмотрите, вот он, черный, в черном корпусе. Это кварц как раз для часов реального времени. Да и сам модуль часов реального времени уже встроен в микросхему, в сам микроконтроллер. Поэтому для запуска RTC не нужен внешний модуль. Достаточно просто подключить батарейку к самой этой платье и все будет работать. Но только внести нужно некоторые настройки. Давайте сейчас посмотрим, как это сделать. Для того, чтобы часы реального времени шли без сбоев, нужно подключить батарейку. Батарейка подключается на плате к пину VB. Для того, чтобы установить батарейку, я использую вот такой вот держатель. Я его выпаял с какой-то материнской платы. Итак, устанавливаем сюда батарейку. И плюс питания я подключаю к пину VB, а минус будет подключен к общему минусу. Прошиваться будет через ST-Link, а через USB-TL-конвертер я буду выводить данные в сериал. Подключаем все и переходим к скетчу. Вначале подключается библиотека RT-Clock. Эта библиотека идет в составе ядра для поддержки STM32. Можно его увидеть. Это файл, примеры и примеры для STM32-F130. И вот эта библиотека сразу же здесь идет в ядре. То есть ее не нужно отдельно устанавливать. Дальше идет инициализация тактирования. В данном случае тактирование идет от внешнего источника, то есть external. Внешний источник тактирования, то есть вот этот кварц часовой. Далее указываем пин, к которому подключен светодиод на нашей схеме. Следующая функция вызывается прерыванием 1 раз в секунду в самой библиотеке RTC-Clock. В этой функции мы просто мигаем светодиодом. Изменяем его значение на противоположное. В сетап настраиваем пин на выход, инициализируем сериал и инициализируем прерывание по таймеру. В основном цикле программы получаем текущее значение времени. И если оно отличается от того, которое мы сохраняли, то тогда сохраняем текущее значение времени и выводим в сериал то, что мы получили. Итак, давайте прошьем этот скетч. Идет компиляция. Открываем монитор порта, и мы видим, что идет тактирование. То есть считается секунды 9, 10, 11. Сейчас время не установлено, и счет идет с нуля, с единицы. Если сейчас мы отключим питание, запомните на какой цифре отключаем питание. На 27-й мы отключили, закрываем монитор порта. Допустим, подождем несколько секунд, чтобы убедиться, что часы все равно тактируются от батарейки. Было 27. Подаем питание. Опять открываем монитор порта. И мы видим 46, 47, 48, 49, 50. То есть секунды считаются, независимо от того, подано питание или нет. Это нам обеспечивает подключение батарейки. То есть не нужно никакого внешнего модуля часов реального времени. Просто подключить батарейку, и часы идут. Давайте теперь подключим OLED-дисплей. Сделаем на его основе какие-то часы. OLED-дисплей подключается по шине I2C. По умолчанию это PB6 и PB7 пины. Итак, перейдем к скетчу. Вначале подключается библиотека для работы с часами реального времени. Они подключаются в библиотека для работы по I2C и библиотека для работы с часами. Эту библиотеку необходимо скачать. Для этого переходим в скетч. Подключить библиотеку. Управлять библиотеками. И в менеджере библиотек прописывайте Adafruit SSD1306. И вот эта библиотека. Ее вам необходимо установить. Дальше идет инициализация часов. Инициализируем дисплей. Единственное, что меня смутило, это то, что по умолчанию нужно указывать PIN RESET от OLED-дисплея. Какой здесь PIN RESET, если его здесь в принципе нет, не существует. Это же I2C модуль. PIN RESET здесь в принципе нет. Но так или иначе, для работы этой библиотеки почему-то требуется PIN RESET. Странно это. Я указал его PIN 13, к которому подключен светодиод. Надеюсь, проблем с этим не будет. Дальше инициализируются переменные, которые отвечают за часы, минуты и секунды. И несколько строковых переменных, которые понадобятся в дальнейшем. Функции BLINK, которые вызываются один раз в секунду по прерыванию. Мы разрешаем обновление дисплея. Также мигаем светодиодом. В SETUP инициализируем SERIAL. И что мы делаем? Мы устанавливаем время. Нам нужно здесь прописать, которое сейчас время. В данном случае у меня это 12 часов 7 минут. Но я укажу 8 минут, потому что нужно время для компиляции. Пускай будет 20 секунд. Какая разница? И нужно установить время. После установки времени нужно раскомментировать вот эти строки. И еще раз перепрошить. Это нужно для того, чтобы в следующий раз при перезагрузке микроконтроллера время не сбрасывалось на то, которое вы установили в начале. То есть вот это условие оно будет проверять. Если время не было установлено, то тогда устанавливаем время. Если же произойдет перезагрузка микроконтроллера, то автоматически проверится, что было время уже установлено и новое время, которое мы здесь прописывали, оно не запишется и не сотрет текущее значение времени. То есть время не собьется. Поэтому сначала прошивайте с закомментированными строчками, а потом сразу раскомментируйте строки и еще раз перепрошивайте. Инициализируем пин на выход. В сериал выводим текущее значение часов, минут, секунд. Подключаем прерывание по таймеру один раз в секунду. И инициализируем дисплей и некоторые его настройки. В основном цикле программы, если разрешено обновление дисплея, это обновление разрешается один раз в секунду по прерыванию, то тогда получаем значение часов, минуты, секунд и все это выводим на дисплей. Сейчас мы это прошьем. Итак, загрузка прошла и часы тикают. Но если я сейчас сделаю сброс, то у нас время пойдет именно с того момента, с тех секунд, которые мы установили. Для того, чтобы время не сбрасывалось после перезагрузки, нужно раскомментировать эти строки и еще раз перепрошить микроконтроллер. Но для этого нужно, конечно же, правильно время выставить. Еще раз прошьем скетч с раскомментированными строками, чтобы время не сбивалось. Вот так идет перезагрузка и время идет дальше. Если я сейчас перезагружу, 31, 32, 33, идет перезагрузка. И как вы видите, время продолжает идти, потому что часы не сбились. Если мы откроем монитор порта, то можно увидеть вот наше время, которое показывается. На базе простой STM можно построить часы реального времени, без использования каких-либо внешних часов реального времени. Достаточно лишь подключить батарейку и подключить еще одну библиотеку, и все будет работать. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok